За какую систему вы отвечаете? Канализации, теплостанавливания. А где она находится? Она находится в разных целях. Под подвалом, в разных сторонах. Мы за них не отвечаем. А кто за них отвечает? Инженер, вот есть компания, там специальные бригады, которые... Здесь-то я смотрю, получше короб в нормальном состоянии. Да, короб в хорошем состоянии. Провода немножко, так сказать. Видите? Конечно. Какие меры принимаются? Грунтовыми водами. Главное здесь, что вам объяснить. То есть здесь получается, что та же проблема, что ливневки нету, да? Да. Это комплекс замок, который завезан на ливневую канализацию. А почему она не делается? В принципе, так-то чисто, но только что вода. Все, что можно было вынести, ясно дело, что вы вывезли. Так, это... Молодцы. Он здесь капает потихоньку, ну... Это магистраль, это теплая латэка. Это транзитные трубы, трубопроводы. Вот это вот латэк, который там стоит, да? Да, это латэка, участок. А почему у них в таком состоянии трубы? Ну что, пойдемте, я вам покажу, в каком состоянии у вас. За то, что вы отвечаете. Видите? Это не наши трубы. А чьи это трубы? Транзитные трубопроводы. Это наружные тепловые сети. А кто обслуживает их? Не мы. Не мы обслуживаем. А кто их обслуживает? Дорожные тепловые сети. Нарожные тепловые сети. Так нам нужно выяснять причину, в чем причина, и решать эту причину. Вот эти вот сараи... Сараи, это у нас бич в домах. Надо знать, что, ребята, вот надо с сараями разбираться. Это не дело. Это очень сложно разбираться. Александр, вы сказали после первого обхода, еще сказали, что закончите обход, и вы решение по сараю будете... Да, да, совместно будем решать. Совместно, да. У нас это очень сложно, все сарай, это проблема. Какие дома, чего, что, сколько, все... А все эти сараи, это все, это пожар, это беда, это надо все убирать. Понимаете, что это же тоже деньги. Я поэтому и говорю... А деньги-то все те же самые, они же не увеличиваются, и жрец не признается, и дополнительных денег-то на это нет. Поэтому все планируется, исходя из того, что мы имеем. Понятно. Вы поймете, что если вы не будете заниматься, не будете в этом участвовать, с одной стороны, с другой стороны, с управляющей компанией, и мы, как ваш представитель, да, все вместе, тогда мы эту проблему решим. Здесь, понимаете, есть вещи, которые ответственность не только, значит, но есть ответственность и ваша, и наша, и управляющая компания. И мы должны всех заставить это делать, тогда будет нормально. Управляющая компания отделила все желание ходить, потому что ходим и понимаем, что все это бесполезно. Хоть пиши, хоть пешком ходи, хоть попроси. Следующий вопрос. Вода в воду точит. Первое было слово. Надо говорить, настаивать, требовать. Что у вас в доме, какая форма, что у вас сожжено? Совет дома есть? Нет. Нет, у нас старший подъезд, а старший дома есть. А вот старший дома, где они? Так, подождите, 45-я квартира. Если вы с каждым подъездом выберете по человеку и создаете совет дома, и вот этот совет дома у вас будет замориться правами. И управляющая компания точно так же посылает совет дома далеко и надолго. Поверьте, ходили, ходили. Давайте так. Только вот первый факт. Вот с этого дома пойдут, если управляющая надолго, сразу мне. Вот телефоны запишите, пожалуйста. Сразу же мне сообщайте, и будем вмешиваться, будем разбираться. Договорились? Да? Должен работать совет дома, в первую очередь, со своим собранием, наделенным правами и обязанностями, которые должны обратиться, что вот приватизация состоялась в 2013 году. И совет дома должен, опять же, воздействовать на жильцов, чтобы они вовремя платили оплату, чтобы они контролировали ситуацию, как вы работаете. Вот тогда будет дело. И мы плюс еще со своими, так сказать, возможностями, пусть там большими-небольшими, но теми бюджетами, которые есть возможность профинансировать те работы, которые положены, мы должны это делать. И тогда будет нормально.